Музыка Мне нравится то, что происходит, когда мы делаем практику. Потому что, как говорилось, не по словам, а по делам судим и будем. Поэтому, когда мы начинаем понимать, что у человека помимо физического тела есть еще и все остальные, и они подвержены воздействию точно так же, как и физическое тело, тогда многое встает на своих местах. Потому что иногда врачи толком не могут объяснить, а что происходит. Как, зачем, чего, почему. Для них это проблема, потому что они сами себя загнали в положение, при котором они не могут ответить на самые животрепещущие вопросы. Доктор, болит душа? Это где? Это что? Это примерно точно так же, как фантомные боли. Отпилили ногу, а она все чешется. Точно так же поступили с нами и врачи. Они сказали, что души нет. Ребята, а она болит. Она болит. И будет болеть все больше, больше и больше. Потому что только при наличии души мы имеем возможность войти в будущее. Наши предки это все знали. И у них была стройная система знаний, при которых мы очищались. И очищались не только физически. Нам пытаются внушить, что мы немытая Россия. Кто бы говорил, что это мы немытые? Ребята, давайте разбираться. Что такое зомбирование? Это когда мы перестаем работать своей головой. И мы только исполняем то, что нам говорят. Вот нам сказали, что именно наука имеет возможность нам взять и объяснить, чего есть вокруг нас и чего нет. Атом. Атом. Это название пошло от древних греков. Этому названию две с половиной тысячи лет. Еще две с половиной тысячи лет греки назвали атом атомом. Это вам как? Более того, они сказали, что человек состоит из пустоты. Они сказали, что если атом увеличить до размера яблока, то до следующего а яблока будет расстояние длиной в километр. И это говорили люди две с половиной тысячи лет назад. А на ухо могла не просто открыть, а просто подтвердить, что до нее сказали греки. Но подтвердить они смогли только после того, как изобрели электронный микроскоп. Так вот, как объясняется, что такое туалет и что такое человек? В нашем мире атом. То же самое, что во внешнем мире звезды. Вот здесь расстояние у нас внутренней нашей микрокосмической орбите. А внешнее строение объяснялось еще надписью, которая была выбита на стене в греческом храме. Которая гласила, познай самого себя, и ты узнаешь Вселенную. Если ты знаешь, как устроена микрокосмическая орбита, ты тогда узнаешь, как устроены миры Творца. Это можно делать. Это можно делать. Если мы говорим о наличии многих тел, вот мы сейчас просто изучаем 7 тел, которые к нам пришло, знания эти с Востока, с Индии. Почему у индусов всего-навсего знания о 7 энергетических телах? Да потому что, когда белые боги пришли в Индию, они просто увидели ступень, на которой стоит эта цивилизация. Там была Кали, богиня смерти. Они сделали так, что передали знания белых богов из Гипербореи, но дали ровно столько, сколько соответствует их возможности. Поэтому там только семичакровая система. У нас это девятичакровая система, потому что 8 и 9 давали возможность просто летать за пределы планетарного уровня. Вот и все. У нас это есть. У нас это все объясняется. Поэтому начнем хотя бы с того, что из себя представляет наше тело. Вот познания медицины, они ограничены вот этим. На самом деле, очень много дефектов при строении наших тонких тел, которые вообще не рассматриваются. Вот в чем дело там. Поэтому, что я мог сделать? Я в этом просто навспоминал то, что мог, и начал делать приспособление. Вот это вот, например, приспособление, которое дает возможность оборвать то, что к нам идет из внешнего мира. Ну, это как провода, система управления и откачка энергии. Оказывается, все это есть. Все это используется теми, кто нами управляет для того, чтобы ограничивать наши возможности. Ну, это есть. Особенно этим подвержены те люди, которые служат системе. Ну, это, например, наши силовые структуры, те, кто в банковской системе. Вот это вот подвержено. Я просто это говорю, почему. Потому что у меня были здесь такие случаи. И когда начинается обрубать вот это вот невидимое, но именно то, что дает возможность зомбировать человека, то люди это чувствуют. И очень серьезно чувствуют. Есть люди, которые сидят как в танке. Они выбрали такую систему. У нас же ведь как? Если есть душа, тебе еще надо просто прийти в лес, в горе и подзарядиться. Те, кто подзаряжается, смотря все вот эти вот компьютеры, они включаются в программу. Их очень трудно раскачать. Но встречаются такие люди, которые очень чувствительные. Но система их использует для службы. Они часть системы. Был у меня такой случай, это вообще невероятно. Пришла женщина. Ну, такая сбитая тут. Интересно. Я дал ей клинок. Клинок я дал вот этот вот. Ей понравился больше вот этот. Вот. Я говорю, вот так вот держите. Вот. И заполняйте своей энергией. Потому что воздействовать надо на частотные характеристики вашего рода. Это как? Я говорю, ну вот у нас получается так. По вере вашей будет дадено. Набирайтесь очень самой светлой энергии. Он говорит, а что это такое? Вспоминайте все самое лучшее, что у вас было в жизни. Вот с самого детства. Купили лесопея, два ящика Мопасио. Все что угодно. Накапливайте свет. Лучшие качества. Это что будет? У вас, говорю, зажгется. Клинок другим цветом. Ну, давайте проверим. Вот тот, кто сейчас будет смотреть. Вот попробуйте посмотреть. Какого цвета клинок. Не то, что вы видите. Закрывайте глаза и смотрите, каким цветом он светится. И вы увидите исходник, каким цветом он светит. Но когда вы сделаете вот так, и начнете все это впитывать в себя, почему нужно пользоваться энергией того человека, который пришел? Это как группа крови. Вот моя, может быть, группа крови очень хорошая. Но она не соответствует группе крови того человека, который пришел. Мы на 13% не можем загреться от близких. Вот через эти 13% может рот уйти до седьмого колена, а может возвыситься. И если кто-то из рода пойдет духовным восхождением. Та же самая система. Можно через эту калитку отнимать каждый раз от тебя энергию, звоня, когда надо, когда не надо. Навешивают на человека всякие проблемы, а потом человек говорит, ну все, пора пойти, надо спать, потому как все, ушло. И это делается. Можно ли это сделать защиту? Нет. Она идет и туда, и обратно. Можно ли сделать так, чтобы больше не звонили? А вот это можно. Подарите человеку свет, энергию. То, что даст возможность войти в будущее. Залюбите его до потери пульса. Очень хорошее знание. Вот он вам звонит. Маша, а что ты хочешь только 36%? Что я, батарейка какая-то? Давай я тебе дам гораздо больше. Свет Творца. Он еще будет пронизан моей энергией, от которой ты никуда не скроешься. И, как будто пальцы в розетке, и через вас идет свет от Творца. Вы подышали, поделились самым светлым, самым близким. Больше, чем уверен, больше он вам звонить не будет. Потому что это уже не вампиризм. Вампиризм – это когда перетекает какая-то отрицательная энергия. Поэтому и нас и вводят в угнетенное состояние страха, неуверенности. Вот это вот сам коронавирус – это то же самое. Надо вышибить. То есть понизить энергетический потенциал. Что такое частота шума? Это как повышение давления. Вот если, например, в воде будет порядка 200 единиц огня, все. Тогда из человека вылетают все, что на нем висит на тонком плане. Все лярвы. Вылетают. Как только те, кто управляет миром, а это есть анунаки, эти сероводородные, они поняли, надо понижать. Вот откуда коронавирус. Я вам что говорил со своих этих... Ребята, есть возможность сидеть дома? Да. Смотрите. Что смотрите? А то, что повышает вашу энергетику. Все наши фильмы, которые связаны с положительными эмоциями. Вот и все. Это как... Вот они бегут и сразу там, я нервничаю, надо в аптеку, там пропердин, что там еще. В общем, вот это. А мы будем насыщаться светом. Готовить себя к будущему. Вот и все. Это профилактика. Подготовка к тому, что неизбежно. Это квантовый скачок. Переход на новый уровень. Мы выходим из энергии воды в энергию воздуха. Это и есть какая-то частота шума. Вот и все. Поэтому, почему я делаю вот эти вот все мои приспособления? Для того, чтобы обрубить от человека то, что приводит его к такому состоянию. Ну вот, например, мы хотим понять, а что же тогда мы обрубаем? Ну вот, нас зомбируют. Вот как можно вот взять и определить, что зомбируют? Это когда человек не способен взять и отличить. Вот ему говорят, вот это есть. И мы верим. Теперь он говорит, вот этого нет. И вместо того, чтобы усомниться, мы тоже верим. Почему? Да мы верим тем, кто захватил телевидение, правительство, депутатов. Мы почему-то верим. И никак не можем проверить. А ведь, ребята, не по словам, а по делам судимы будем. Вот в чем дело. Приехал человек, очень интересный человек. Коля. Оказывается, он ко мне приезжал, когда у меня была лекция в Москве, вот когда собирался много народу. Но тогда я не сумел ничего сделать. Была странная ситуация. Он сидел как раз в первом ряду и хотел сделать так, чтобы я его почистил. Но во время прерыва подходит ко мне мужик и говорит, в общем так, ты сейчас меня объявляешь и мы с тобой вместе ведем вот дальнейшую вот эту твою лекцию. А почему это так? Да потому что, если я сейчас захочу, ты сейчас упадешь в обморок, я тебя буду спасать и именно я стану главным. Я говорю, да, иди садись. И мне тогда что пришлось сделать? Мне просто тогда пришлось портал. Я сделал портал и привел туда совершенно другую энергию. Она не должна была быть там. Просто могло все мероприятие сорваться и пошел очень мощный поток. Девчонку вышибло. В ней начали орать бесы. Она говорит, что со мной сейчас я вот... И она начала орать. И вот пришлось мне тогда ее при всем честном народе еще и чистить. Поэтому, что делается, когда мы работаем клинками? Мы сначала все это дело обрубили. Теперь, можно ли взять и посодействовать тому, чтобы очистить наши энергетические тела? Для нас, для наших предков, это была баня. И это говорят... В Европе, оказывается, давали целый орден. Орден бани. Так и назывался. Если человек в своей жизни два раза вымылся. Ребята, это вам как? Это был этот самый вшивый континент, который только можно придумать. У них были специальные палочки, слоновые кости, для того, чтобы стряхивать в коробочке своих вшей. Вы что? Что у нас с бани? Мы говорили о том, что есть возможность как бы повоздействовать на человека. Для меня это как бы... Я несколько приспособлений сделал. Вот одно из них, это, например, когда мы начинаем работать с теми сущностями, которые здесь. Можно их почувствовать. Когда мы начинаем... Ну, я обычно прокачиваю, нагоняю энергию. Это называется у меня продышать. Когда мы почистились, святое место пусто не бывает. Поэтому я сразу как бы даю возможность войти вот в это пространство внутреннее энергии. Если, например, эта женщина, вот представьте себе, у нее 70% женской энергии, 30% мужской. Так сделал творец для того, чтобы мы искали свою половинку. Так вот, эти 70% она может делать по тому, как считать нужным. А вот 30% ей может дать мужчина. Поэтому, в зависимости от того, какого она мужчину встретила, потому что у нас есть низменные мысли, а есть возвышенные. И с тобой будет состоять мускай и поставь женщины. Поэтому, если есть возможность почиститься, после этого я даю им возможность просто выбора. Я говорю, если хочешь, я тебе могу продышать. Что такое продышать? в этот момент я просто через нее прогоняю энергию, которую я беру, когда путешествую по восьмерке. Восьмерка – это когда мы проходим по всем энергетическим телам творца. Иногда эти сущности, которые мы просто ушибаем из человеческого организма, они начинают разбегаться. Убегают в руки, в ноги. и поэтому я использую еще вот эту штуку. Ну, этот вот. Здесь есть возможность включить стробоскоп и лазер. И тогда они это все чувствуют. Что мы еще делаем? Мы имеем возможность применить устройство, которое называется глюкофон. Первый раз я его увидел в Германии, что самое интересное. Вот такой глюкофон. Он был несколько больше. Меня заинтересовали его рисунки. Там был пегас с рогом как у единорога. Но больше всего мне понравились рисунки, которые были по всему контуру. Это были мои рисунки. Что самое интересное. Девчонка их купила в Новосибирске. Там Серега сделал эту штуку. Она привязала в Германии. В первый раз я увидел. Что мы делаем? Представьте себе, что этот аппарат он действительно настроен на нашу частоту. 430. Герц. И что получается? Когда мы его начинаем делать, то мы чувствуем, где чего не так. Делается это так. Просто берется маятник и ставится над каждой из чакр. Можно увидеть, как она работает, в какую сторону вращается. После этого мы берем вот этот глюкофон. сначала под массажный стол ставится наш бульбулятор. На бульбулятор уже ставится вот этот глюкофон. И мы начинаем играть. То есть мы играем до тех пор, пока сначала если вот раскручивается энергия чакры против часовой стрелки, это можно зафиксировать. Она сначала начинает дрожать, потом она останавливается, и потом начинает раскручиваться по часовой стрелке. Вот как только она закрутилась, мы передвигаем внизу этот глюкофон. Начинаем заниматься следующей, 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 до тех пор, пока не вытащим при помощи вот этой волны сущности через стопы. То есть они уходят. Вот это вот можно сделать. Допустим, мы закрутили чакры. Ну, представьте себе, чтобы вот человека остановить в разведе, как будто взяли и покрасили ему позвоночник просто как дегтем, как гудроном. И вот мы то, что на него льется, мы как бы оборвали. Теперь на него не льется, но не воспринимают чакры энергии, потому что там перегородили свет. Он туда не проходит. Вот в чем дело. Поэтому, что мы делаем? Я хочу вам сказать, что действительно баня у русского народа была самым чистым местом. здесь женщины продолжали род, здесь рожали детей. Представьте себе народ, который может рожать в непонятных условиях. Вот в чем дело это было самые чистые. Знали, что такое вода, что такое благая вода. Делали заговоры на то, чтобы здесь все сияло. И вот в этих условиях тогда рождался человек. У нас обычно раздался человек еще в воду. Я, например, когда пришел сюда, это было вот это огромное озеро посреди гипербореи. И меня, моя мать, рождала просто в воду этого озера. И в момент рождения считывалась информация. Моментальная загрузка компьютера. Так, что-то я опять отбоксил. Что мы теперь делаем? Вот очень хороший экземпляр. Приехал из Москвы. Экземпляр хороший, но по нему прошлись очень серьезно. Выяснилось, что три воплощения назад человеку перекрыли возможность видеть. Он слишком много знал. Он был волхвом, поэтому перекрыли очень серьезно. Человек вообще сюда приехал и ничего не видел. Скрывай глаза, вот твой путь. Ничего не видел. Сначала было черное, потом начало светлеть, потом стало как Марьево. После этого на короткий срок он видел дорогу, но здесь были каменные бордюры, недалеко видел. Поэтому мы сейчас уже здесь второй раз. Вчера была очень интересная чистка, потому что мы создали кольцо, мы прошлись разомкнутым кругом и сделали так, что у нас загорелся сначала фиолетовый, потом белый огонь. Белый огонь это тогда, когда люди выходят за пределы планетарного уровня, это делают столбники. Поэтому вот здесь в Херсонесе за каких-то полтора месяца мы сделали то, что я мог сделать, например, в Азбраге в течение только года. Здесь у меня это все пошло гораздо быстрее, потому что я уже знал, что делать, что соблюдать, как это делать. Поэтому здесь легче. Вот сейчас в том место, где произошло крещение Руси, сейчас несколько другая энергетика. Мы сделали искусственное место силы. Таким же местом силы является и баня. Вот в чем дело. У меня есть несколько идей о том, как снимать это все, но это просто надо будет делать при помощи колод с деревьями, которые у них энергия идет вверх, и колоды деревьев, которые энергия идет вниз. То есть это осина, или например, кедр, или береза, или дуб, но эти две колоды должны просто быть как подставками вот лавочка, и вот с этой стороны значит у нас две колоды например, они осина, они должны быть направлены таким образом, чтобы утаскивали энергию из человека. поэтому поэтому ты попарился первый раз вышел, сел на эту лавочку, раз вот так вот ноги, и из тебя из распаренного состояния уходит энергия, то, что тебе не надо. Делайте проговор, избавиться от этого, от этого, вот это вот ходит, туда ушло, вот это вот так пошло. Сделайте сами, это проговор, он будет вам индивидуальный, чем больше вы поратите энергии для того, чтобы конкретно сделать проговор, тем по вере вашей будет дадено. Вот и все. Поэтому, вот вы сделали, попарились, вот это вот ушло. Потом, когда уже второй раз вышло из баня, передвигаясь вот так на лавочке, а там две колоды, но там энергия идет вверх. Вот здесь должна идти вниз, а здесь вверх. Вот тут вы скинули все, вот здесь посидели с топами прям, потопали и пожелали в себе самого лучшего. Чтобы вот это получилось, вот это не болело. Программируйте. Вот. Теперь, то, что касается внутреннего. Я вам сейчас расскажу систему, которую вам никто не расскажет. У нас есть общество банщиков, они там вообще очень интересные. Начинать надо хотя бы с того, что, например, сначала надо себя очистить. Слово любить означает выбивать свет. Так вот, выбивать свет, это уже следующий этап. Первым надо с себя снять все, что мы умудрились нацепить на себя в этом времени между походим и в баню. Вот мы обычно каждую неделю, четверг приходим чистым. И вот мы здесь помылись, вот через эту неделю на нас опять все что-то такое. Иногда я начинаю чистить человека. Я говорю, ну, приходи, я же тебе тогда попробую почистить. Как почистить? Опять? Ты же меня два месяца назад чистил. Я говорю, что ты хочешь, что ли? Один раз почистил и на всю оставшуюся жизнь, что ли, как французские рыцари, два раза всего в жизни помыться, что ли? А что, надо чаще? Я говорю, ну, ты дарьешь. Ты в метро был? Конечно. Ты куда нырнул? Вы знаете, что там у нас внизу в метро? Теперь, что делаем? Когда мы приходим в баню, мы, значит, отмочили веник, вот взяли тазик, замочили веник, отлично, распаренный. Теперь, что мы делаем? Мы его греем физическое тело и его бьем. То есть, вот у нас тело, и грязь-то мы смыли, но энергетическую грязь мы вдолбили в себя. Вот такая вот вещь. Мы просто не знаем, что сначала, прежде чем мыть физическое тело, надо сначала все почистить, а потом уже выбивать это все. Ну, понимаете, вот если вы хотите, например, сварить щену, сначала помойте кастрюльку после вчерашних щеней, а потом уже наливайте и делайте там, я не знаю, окрошку или там сборную солянку. Но сначала надо почистить, а потом приготовить другое. У нас такого за мной уже нету. Как надо сначала чистить? Ну, вот мы просто сейчас возьмем вместо, например, веника я сейчас возьму полотенце, чтобы вам было ясно, понятно, что мы будем делать. Вот мы взяли полотенце. Отлично. Представим, что это веник. Вот я его беру от мочи. Вот он, о, распальный. веник. Сначала надо открыть тело. Как это делать? Ну, как молния. Просто сначала беру вот это физическое тело. Поэтому бью сначала один раз. Раз. Что делаю? Я его открыю. А вот теперь беру, кладу и начинаю все, что на физическом теле, заворачивать на этот веник. сдирать, накалучивать просто на него. Отлично. Вот я все это делаю, 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 вот это все, прохожу. Можете остановиться, отдышаться. Опять делаю. Вот, 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 Потом, что самое интересное, стопы. Я бью и здесь закрываю. Потому что, чтобы снизу ничего не пришло. Теперь опять отмочил вот в этом тазике. Отмочил как следует. После этого берете и сбрасываете лишнее на каменку. Вот тот, кто на вас сделал черную магию, вот в этот момент подпрыгивает. Потому что программа уходит к нему. Что посеял, то и пожал. Вот почему об этом никто не знает. Если вы хотите сделать таким образом, чтобы избавиться от того, что на вас навешали черные маги, баня это лучший вариант. Что мы теперь сделаем? эфирное тело. Эфирное. Второе. Материальное, физическое. Второе. Вода это эфир. Вот и где можно помочь эфиру избавиться от грязной воды. Благая луна. То есть мысли благие. Теперь опять веником. Теперь уже два раза. Скрываем как бы наше второе тело. Мысленно мы даем команду. Прошли первое. А вот теперь открыто перед нами эфирное тело. Что делаем? Кладем и опять наматываем. Коль, ты теперь можешь дать свое слово. Попробуй рассказать, что ты сейчас будешь чувствовать. Ладно? Отлично. Опа! И понеслось. Мы как будто цепляем все, что было навешано на астральном теле, на эфирном, и начинаем накручивать. Вот, вот, начинаем накручивать. вот, то же самое доходим значит до 5 и уже два раза закрываем все это, чтобы оттуда снизу не шло. Опять макаем и опять сбрасываем лишнюю воду на камни. Самое интересное это астрал. Ребята, не удивляйтесь, когда вы сюда будете класть в эту банку, в банейку веник, можете почувствовать, что он начинает раскаляться. Я эти эксперименты делал с разными людьми. Есть люди, которые прошли очень серьезную школу. Я с ребятами спецподразделений встречался. У меня нормально прошла жизнь. Всего две камтузии и четыре ножевых. Не знаю, ну вот. У них серьезная подготовка, опущен болевой синдром. но когда я начал делать третий раз, мужика выгнуло. Просто напросто. Я беру вот так третий раз, бумц, у меня руки раскаляются, я не знаю как веник держать. Я говорю, Серега, терпи. Беру вот так, сделал три раза. Потом беру, говорю, все, сейчас астрал начну. Астрал это как раз больше всего, там больше всего того, что нам кидают в спину. проклятие. Я беру, начинаю делать, опа, меня трясет. У Сереги вообще, Серега, ты как, он вот так вот оглядывается, а у него губи с химией. Невероятно. И вот мы так все это делаем, делаем, я стаскиваю, 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 стаскиваю. Я говорю, Серега, ты там как? Он говорит, Сань, такое ощущение, что у меня вся спина и задницы заросли баубабами, и ты их с корнями выдираешь. Действительно было больно. После этого я тоже сам говорю, теперь ты меня. Ощущение ниже среднего. Прогнуло так, что мама, не горюй. Поэтому обычно мы доходим до четвертого, ментальное. Ментальное, конечно, я дальше не пошел. Не смог, руки раскаляются, всего трясет. нырнули в бассейн, говорю, Серега, представь себе, что из тебя сейчас выходит то, что накопилось. Мы это все растеребили, что он говорит, Саня, и стоп прям вниз, как будто черные фонтаны. И вот он там все плавал. Можно применять разные, можно применять то, что связано с запахом, разные сорта веников. Для физического тела делается веник из березы, из дуба, это все понятно. Для формирования тонких тел были венички сделаны из разных сортов проволоки, они разной длины, разного количества, и ими выбивали вибрации, выбивали эфирное тело, астральное, ментальное, делаясь это вдвоем, муж и жена. И муж выбивал энергетические тела жены, а жена мужа. И поэтому когда бьет значит любит, это древнее знание о том, как любить, любить, дословный перевод, выбивать свет, выбивали, тела начинали светиться. То, что мы подразумеваем под словом любить, на самом деле у нас называлось ладить. Богиня лада, ладить, отладить, наладить, приладить, это значит с любовью сделать. много чего можно с любовью сделать. А вот слово клю означает свет и бить. Поэтому баня это невероятно. Мы о бане оказывается ничего не знаем. Я вот приехал в Германию, там есть такой Дима, у меня в телефоне так и написано железный веник. Он делает эти венички, он их применяет. Дима, если будешь меня видеть. Привет, но пасарам. Так, меня еще спросили, что такое но пасарам. Это Испания, война в Испании, республиканцы когда говорили, они поднимали кулак и говорили, но пасарам они не пройдут. Ну, тут, представляете, Россия огромного размера, попробуйте пройти. Поэтому я несколько передел и говорю, у них не взлетит. Суть одна. Вот и все. Поэтому, Коль, ты как? Нормально. А вот когда астральный что-нибудь чувствовал? Без особо. Без особо? сидит как в танке. Наш человек. Поэтому попробуйте сделать сами. Все познается в сравнении. Сами сделайте. После того, как вы это все сделали, ну, до сколько можете дотерпеть? Если сердечный человек, оружие хорошо. Если сюда, я не знаю, может быть и такое. Тело души и духа лучше не трогать, потому что они идут в голове. Вот до сюда лучше всего. почистите это, телом, души и духом станет гораздо легче справляться с поставленной задачей. Вот и все. После этого сделайте таким образом, я не знаю, как вы это опишите, обряд, может быть, просто опять переговор, но засуньте этот веник в топку. Вот все, что на нем будет собрано, не тащите никуда, не закапывайте ничего, сжигайте. Вот тогда количество людей, которые зарабатывают на черной магии на нашем здоровье, я надеюсь уменьшится. Что посеешь, то и пожнешь. ВОДУШЕВЛЯЮЩАЙТЕ ВОДУШЕВЛЯЮЩАЙТЕ